Привет всем любителям хоккея! Добро пожаловать на матч открытого первенства города Липецка. Встречается команда Ликистарт. Покерстарт в красной форме против Колоса, у которых зелено-желтые свитера. Поехали! Колос сейчас завладел шайбой и сразу же пытались они провести атаку. Не получается. Встречается контратака. Как сейчас развивается у Покерстарт через правый фланг. Уход за ворота. Попытка прострелить на ближнюю штангу. Перекрывает там всевозможные пути прохода шайбы Тимошенко. Пас неточный последовал. Колос пытался ответить атакой, но пока не получается у них ничего, кроме борьбы, которую навязывают они в зоне соперника. Очень много сейчас у нас борьбы. Лидеры. Лидеры у нас сейчас встречаются. Лиги Старт. Покерстарт единоличный. Лидер у нас сейчас в плане набранных очков. 31 набрано. 9 числых побед. Колос, проведя навстречу меньше. 11 матчей у них. Заработали 21 очко. И сейчас совершили они бросок по воротам Сергея Темникова. В общем, как мы все понимаем, борьба в этом матче будет за 6 очков, поскольку команда, которая выигрывает, получает 3 очка за победу. Но они не только получают свои 3 очка, они еще забирают 3 очка у прямого конкурента за первое место. Поэтому и уже издавна принято так говорить, борьба в этом матче будет происходить за 6 очков. Пока Колос, на мой взгляд, более интересно атакует и больше времени проводит в зоне атаки соперника. Надолго ли? На этом мы разберемся. Здесь авантюрный пас назад. Навязывается борьба Покер Старс в нейтральной зоне. Выход в атаку. Бурлаков. Бросок. Неточным оказался и борьба у нас. Покер Старс привела к тому, что выбрасывает Эни Шайбу из своей зоны на проброс. Здесь как раз очень удобный случай, да, рассказать вам, дорогие любители хоккея, о игровых составах команд. Начинаем с Колоса. Вороз защищает Андрей Тимошенко. Номер первый у него. Далее Юрий Крюков. Хотя нет, у Тимошенко не первый номер, у него просто черный свитер. У Юрия Крюкова как раз таки первый номер. Шайба остается в зоне. Составами чуть погодим. Выход у нас в атаку. Бросок. Нет. Снова отбивается Покер Старс. Так вот, полевые игроки. Колоса Юрий Крюков первый. Юрий Двореченский второй номер. Третий у Александра Мозгунова. Сергей Горяинов. Восемнадцатый. Сергей Стрельников шестой номер. Артем Горяинов. Играет под девятым. Тринадцатый. Геннадий Завалюев. Четырнадцатый Сергей Глушков. Шестнадцатый Артем Глушков. Бросок неточный. Сейчас состоялся прострел на ближнюю штангу. Залп Сергея Глушков. Мощный получился. И у нас столкновение будет. Удаление в составе Покер Старс. Именно сейчас. Давайте посмотрим, кого же отправят на скамейку Шестовников. Дмитрий Кривоносов. Главный арбитр нашего матча. Подъезжает с резкой столькой. Показывает за атаку игрока, не владеющего шайбой. Отправляется. Игрок Покер Старс. Ну, а мы продолжаем озвучивать составы Колоса. Валерий Рысков. Двадцать первый номер. Николай Челяков. Тридцать четвертый. И Евгений Бурлаков. Игрок под номером пять. Александр Шумилин у нас сидит из коллеги Шестовников. Покер Старс, тем не менее, атакует. Несмотря на то, что их партнер сейчас на скамейке. А штрафа. А стало быть, они играют в меньшинстве. Ну, и тюбитинский хоккей. И тут такое явление вполне себе часто наблюдается. Кола забирается до шайбы. И идут они в атаку. Классный пас. Артем Глушков на рандеву с Темником. И забывает бросить. Шестнадцатый номер. Прострел на пятак. Пресекается защитой. Покер Старс. Ворот у нас сдвинутый. Остановка. Состав Покер Старс. К вашему вниманию. Ворот защищает Сергей Темников. Сорок восьмой номер. Далее полевые игроки. Андрей Караваев. Играет под номером один. Николай Сидоров восьмой. Константин Ведрецов в десятый. Валерий Морозов в одиннадцатый. Сергей Смоленинов в тринадцатый. Максим Лаптев играет по пятнадцатый номер. Александр Илларионов в семнадцатый. Владимир Палецкий в двадцать первый. Владимир Береснев в двадцать второй номер. Александр Шумилин. Штрафник сегодняшний на данный момент. Двадцать третий номер. Илья Потанин в двадцать восьмой. Семьдесят четвертый. Роман Чимбаров. Павел Шанев в семьдесят седьмой. Сергей Колесников играет по восьмидесятым. Александр Морозов капитан команды. Восемьдесят третий. Далее, Василий Павлов, 92-й Ворота у нас очередной раз сдвинуты И остановка по этому поводу Расим Илюшин, 99-й номер Тренер команды Александр Морозов Играющий тренер получается Он же администратор За вхозом является Сергей Колесников Тавга Илья Потанин 28-й номер Какие-то проблемы у нас с воротами Покер Старц возникает ежеминутно Ежесменно И сейчас судейский корпус Во главе с Дмитрием Кривоносовым Колдует над ними Также в судейскую бригаду Этого матча входят Лайнсмены Сергей Бочаров и Андрей Петешов Возобновилась игра Игра Выграно бросование Бросок очень мощный пошел Отселение на оброс Интересный сейчас с кистей Получился у Бурлакова И уверенно реагирует ловушка Сергей Темников Между тем у нас Остается 49 секунд до выхода Пятого поля у игрока В составе Покер Старц Снова Лужкову Пас Пас Дальше на пятак Бурлакову Попытка открывать ворота В ближний угол Прерассекаются Да сейчас Темников Сидоров Шайбу пытается выбросить из зоны Но Это ему удается Правда с помощью соперника Павлов Пытался скоростную Такую работу сейчас провести И добраться до шайбы Не получилось Сергей Лужков Проезжает мимо шайбы И дарит ее Бересневу Который пытается вынести ее из зоны Сейчас Вцепляется в борьбу Береснев Шайба Отбрасывается на Иларионова И Через несколько секунд Выходит пятый полевой урок В составе Покер Старц В полном составе Покер Старц Выстрелы Они Сейчас четвером Против пятерых соперников Да Несмотря на то что Колос создал ряд Интересных моментов Не сумели они открыть счет По прежнему 0-0 у нас Караваев шайбой Обыгрывает Оппонента Но Шайба отпустил Слишком далеко И там страховка Работает за колос Шальнев Отыживает на партнера Дальше Шумилину А Караваев Не дотянулся До передачи Мозгунов Перевод Бурлаков Бурлаков Считается Завалив Караваев Прессинг Бурлаков Добирается Матча Тимошенко Шайба Шайба Замыла Воздух Где она А она Выбита В угол площадки Помогли сейчас Защитники Колоса Своему вратарю И вот так вот Жестко Вымосят Шайба из зоны Хоккеисты Колоса На остановку У нас Возобновилась игра Обрасывание в нейтральной зоне Проиграли сейчас Хоккеисты Колоса Ну а с другой стороны Насчет Стакан Полон на половину Или пуст Да С другой стороны Покер Старцы его выиграли И сейчас они идут В атаку 1-0 Они уже проигрывают И сейчас яростно Пытаются Исправить Это досадное Ненразумение Вот таким он Прострелом Правда это не очень У них получилось Дело Перехват Много теряет Шайбу Момент не попадает По шайбе Толком сейчас Иларионов И от того Завязывается борьба Закрыта зона Шайба набрасывается На пятак От сколько Шайба где-то Мечется там Под ногами И в итоге Выносится Сергеем Мозгановым Из зоны Горяйнову Прошу прощения Сергей Горяйнов Конечно же Большая аудитория У нас На этом матче Для любительского Для любительского хоккея Для ледового Который находится На сырском руднике Все интересуются Битвой Лидеров Лиги Старт Выносится И шайба все-таки остается за контролем Колосом. Хотя Чимбаров пытался ее оставить партнером, понятное дело. Со снегом на спине он продолжает развитие атаки. Милюшин упас. Милюшин дальше пытался проткнуть шайбу уже на левый фланг. Перехват Чимбарова, но в положении неигран состоялся. Бросок после свистка. И сейчас Чимбарову будет проведена беседа от главного арбитра Дмитрия Кривоносова. Крайне не приветствуются броски поворотом после остановки игры. Думаю, причина настолько очевидна, что не стоит их называть. Ну что же, Покер Старс сейчас, получив одну пробоину, стараются вырвать право игры первым номером у соперника. И последние смены на это очень даже их претендовали. Правда, сейчас они ошибаются с паса вперед и привозят себе вбрасывание за счет проброса. Возобновилась встреча. Лаптев устремляется вперед и на его фланге никого нет. Бросок не дал сделать Геннадий Зинвалюйов, который отработал очень хорошо назад и помог в защите. Сидоров жестко отправляет шайбу на борт. Борьба навязывается сейчас Покер Старс. Завалюев. Залп в ближний угол. Свистела шайба, но все-таки не попала. Прострел прерывается Темниковым. Грамот он выбросил клюшку в сторону полета шайбы. И прервал опасную передачу, которая намечалась на данный штанг. Завалюев. Хороший пас вперед. Артем Лужков подключается в атаку, уходит от опекуна. Пытается нанести бросок, а это пас. Бросок уже от Юрия Двореченского сыграл Темников. Карабаев быстрее Рысков сейчас оказался. Но Рысков давно ходит славянду. Бросок в ближний угол. Тимошенко перед собой. Подыграл он чуть-чуть клюшкой и помог в защите. И наоборот, да, помешал сопернику сыграть. Надбивание бросок. Опасный, хороший, но не точный, к сожалению, от Юрия Двореченского. И Лорионов. Может быть и зря такой вираж сейчас придумал. Но от шайбы его не избавили. Поэтому может до кабы. А все-таки в атаку устремляется покер-сарс. И Лорионов бросок. Уверенно ловушкой играет Тимошенко. Вбрасывание выиграли покер-старс. Но вынуждены за шайбой возвращаться в свою зону. Бросок Чимбарова. В дальний угол метил Лороман. Но не попал. Челяков протыкает шайбу в нейтральную зону. Борьба. Борьба. И много в этом матче будет. Поскольку, как я уже говорил, очень важный исход поединка для обоих коллективов. И игроки «Колоса» в лице капитана Валерия Роскова сейчас беседует с арбитром. Возобновлена у нас игра после просмотра видеоэпизода. По мере технических возможностей было все-таки установлено то, что шайба не побывала в воротах. И да ладно, продолжается. Игра «Колос» в принципе по таким сменам, которые они выдают сейчас, могут и без всяких видеопросмотров еще парочку до конца первого периода положить в ворота соперника. Видимо и наблюдаем, как уверенно они возят сейчас «Покер Старс» по их зоне. Челяков протыкает шайбу вперед. Вроде бы перехват нам состоялся, но все равно шайба умудряется попасть на пятак. И чуть было не пропихнули ее. Игроки «Колоса». Сергей Глушков пытался направить шайбу в сторону ворот. Не получилось. «Покер Старс» играет на перехвате в нейтральной зоне. И Береснев пытается пройти резкие движения. Убирает он шайбу. Бросок отбивает Тимошенко. Береснев работает в углу площадки с одним, со вторым. Но до шайбы все-таки не добирается. Резкий пас. Челякова точно в крюк. Но не было скорости у Николая. Только сейчас он добрался до момента. Пас-возрез. Бросок не попадает в ворот. И свалка у нас очень неприятная у ворот. Покер Старс. Шайба оказалась все-таки у Сергея Темникова, у вратаря Покер Старс. Да. 13 минут у нас в первом периоде. В матче «Колос» Покер Старс. Битва лидеров. Лиги старт. И пока счет 1-0 в пользу «Колоса». В пользу команды, которая сейчас занимает вторую позицию. Покер Старс с 31 надбородными очками. Занимает первую. Но, тем не менее, здесь могло возникнуть неплохо. Шайба все-таки дошла на пятак. И очутилась в ловушке у Тимошенко. Убрасывание в зоне «Колоса». Шайба упала на лед. И очутилась в нейтральной зоне. Не сумел закрыть защитник. И наброс шайба у Тимошенко. Снова достаточно нацеленно работают на ворота соперника игроки «Покер Старс». Не сказать, что было очень опасно. Но все равно какую-то напряженность регулярно они стараются создавать у ворот и на ворота Тимошенко. Эй, красотка! Хит 80-х, по-моему, Кузьмина сейчас звучал под сводами ледового. И почему бы диджея ее не запустить еще раз? Поскольку у нас очередная остановка. Очень важно сейчас с точки зрения выхода на второй период уже, да, со стратегией о втором периоде «Колоса» сейчас как минимум удержать текущий счет. До конца первого периода. Ну, а понимаете, как максимум, благо, что моменты на то имеются, увеличить преимущество в счете. Вторым номером сейчас играли последние две смены игроки «Колоса». Намеренно ли или нет, не могу сказать. Вот сейчас очень хороший момент со стороны «Колоса». Может возникнуть в атаке, но пас не получился. Сузвалюева, который своей активностью совершил отбор в зоне соперника. Благодаря чему и родился этот пас, который, увы, оказался неточным. Рысков. Пас на Юрия Дуреченску. Дуреченский пытался пропустить шайбу вперед. Не получилось. Покер-старцы на переходе сыграли. Правда, в положении вне игры они оказались. Шайба на лед упала. Последняя минута у нас идет. Сидоров лезет. Развал как такой на дальнюю штангу. Теперь уже пытался пролезть. Восьмой номер не получилось. И прострел слишком сложный был для Береснева. Тяжело было зацепиться, конечно, за такую передачу. Челяков врывается в зону атаки. И пас все-таки прошел на партнера. Бросок состоялся неточным. Ух! Как сейчас Лаптев свалил просто опекуна. Но опять-таки тут еще стоит подумать, кто в кого пытался приехать. И все. Не стали форсировать события игроки Колоса. Додержали шайбу до завершения времени первого периода. 1-0. Колос уходит на первый перерыв с преимуществом на Покер-старцы. Бросок у нас опасный. Еще один Темников играет. Очень уверенно. Завалевик пытается продраться, но слишком тяжело ему это сделать. Вот так вот второй период у нас начинается в матче Колос по Кер-старц. Пока Колос минимально обыгрывает своего соперника. Соперник-то непростой. Я лидер Лиги Старт. Вот здесь момент. Бросок неточным оказался. Юрий Дуреченский подхватывает шайбу в своей зоне. И на резком вираже пытается с пасом прорваться в зону атаки. Навязчиво очень действует Юрий Дуреченский. И постоянно какие-то проблемы он гарантирует своим нахождением на льду соперника. И вот как и сейчас. Закрыта зона. Завалев набрасывает шайбу на пятак. Не на той штанге оказался сейчас Юрий Дуреченский. Тем не менее. Продолжает цепляться за шайбу Колос. Находясь втроем против пятерых соперников. Сергей Горяйнов. Шайбу проткнул вперед. Но все-таки из борьбы Покер-старц вывели ее в нейтральную зону. И здесь интересно. На скорости Покер-старц врывается в зону против двух защитников. Два нападающих. Горяйнов. Бросок. Тимошенко с шайбом забрал. Возобновилась игра. Выграно вбрасывание Колосом. Сейчас Сергей Глушков дает пас очень интересный вперед. Дальше уже подкидка не удалась явно. Тем не менее. Все равно лезет в атаку Колос. И ответная атака. Александр Морозов на правах капитана. Тащит свою команду вперед. В атаку левый фланг. Скидка на пятак. Подбор на усах. За Покер-старц закрыта зона. Колесников отыгрывается с партнером. Пас не точный оказался. Попытка прессинговать сейчас защитника Колосом на шайбой. Не уменьшалась успехом. Колос устремляется вперед. В атаку бросок Темников с Регерла. Возобновилась игра. Бурлаков. Ух какой бросок интересный. Подбор. Правда не случился. Глушков. Который Сергей пытался нанести бросок от синей линии. Встречен он защитой Покер-старц. Снова Глушков. Видит. Он. А то что вперед пас некуда дать. Поэтому отыгрывается с партнером по защите. Лаптев. Мягкий пас. Который перехватывается. Сергей Глушков. Оперативный простор. Бросок. Уверенно работает сейчас Темников. Шайбу положил конечно на лед. Но это уже после свиска. И занятный эпизод. Какие-то проблемы уже с воротами. На левой части площадки. Но судьи вроде бы разобрались. Возобновилась у нас битва. Сергей Горяинов очень уверенно из-под прессинга уходит с помощью паса на партнера. Иларионов на перехвате в нейтральной зоне. Сразу же набирает он скорость. И бросает очень хитро в ближний угол. Работает закругление ворот. Вместо вратаря Морозов из-под прессинга пытался выдавить передачу на усы. Не получилось. Перехват устремляется. Геннадий Завалюев в открытый коридор. Объезжает соперника. Цеплял его сейчас. Защитник Покер Старс. Но судьи не увидели этот эпизод. А может быть и разобрались лучше меня. Бросок в ответной атаке от Покер Старс. Был встречен он с клюшкой соперника. А от того шаева пошла в заградительную сетку. Геннадий Завалюев против Александра Морозова. И Геннадий поувереннее сыграл на этом единоборстве. Обрезается сейчас Колос. Чимбаров рвется вперед. Момент. Нет. Шайба выходит из зоны. И Юрий Дуреченский навязывает борьбу сейчас. Защитнику. Юрий Дуреченский протыкает шайбу себе же на ход. Отыгрывается с партнером. Бросок Артема Глушкова. Встречен с защитой Покер Старс. Тем не менее продолжается атака Колоса. Попытка сыграть. Просто проткнуть шайбу на пятак. Не увенчал с успехом контратакую сейчас Чимбаров. Помогает ему Александр Морозов. И выдавливает защита Колоса. Соперника в угол площадки. Далее уже Юрий Дуреченский помогает партнерам в защите. Шайба из зоны вышла. Морозов. Вроде бы и полез в зону, убедившись в том, что все его партнеры вышли из зоны атаки. Но не так это оказалось на самом деле. Положение не играет. Сергей Глушков первый на шайбе. Потанин до него добирается и отбирает. Каучук, перехват, Лаптев. Бросить не получилось. Ну, самостоятельный нырок в сторону ворота не считается. Борьба. Стрельников упускает. Павлова. Будет бросать сейчас Василий. И не попадает в ближний угол. Хотя на секунду буквально Тимошенко раскрыл определенную часть ближнего угла для того, чтобы шайба туда могла пройти. Бурлаков. Один против двух. Уходит налево. Создавая себе чистый лед. Резкий прострел под замыкание на Чирюкова не проходит. Еще один прострел. Не цепляется. Вторая волна. Бросок. Шайба отскахит над однию штангу. И оказывается на крюке у Покер Старс. Попытка убежать в атаку Потанин не успевает. Тимошенко хладнокровно сыграл. Но все равно не без нервов этот эпизод обошелся для игроков Колоса. Атака желтых у нас. Попытка прорваться через правый фланг. Пресекается с защитой парней в красных свитерах. Чирюков отрабатывает назад за шайбой. Видя то, что защитники немножко подзадержались в нейтральной зоне. Прострел на Евгения Бурлакова. И Бурлаков все-таки добрался до шайбы. Ветринцев не смог оказать достойное сопротивление. Бросок. И шайба у Темникова. Играется он сейчас шайбой в ловушке. Наброс от Валерия Рыскова. Шайба мечется на усах. Но все-таки оказывается на крюке у Покер Старс. Который сейчас развивает атаку по правому флангу. Нельзя заходить в зону. Два игрока сейчас было без шайбы в зоне атаки. Заваливаю его. Прессингуют. Достаточно плотно. Иларионов. Протыкает шайбу вперед. Бросок. Играет Тимошенко на добивании. Не удалось сработать. Покер Старс не попадает по шайбе. И положение в нигре зафиксировано. Шайба из борьбы. Из зоны Колосов было вывезено. И снова туда вернулось. Игроки Покер Старс этого и не заметили. Пытались они продолжить атаку. Но остановил их свисток. Бросок в нейтральной зоне. Седьмая минута подходит к концу второго периода. В матче Колос с Покер Старс. Колос пока обыгрывает своего соперника. Со счетом 1-0. Те не согласны с этим. И всячески пытаются размочить. Да, со своей стороны. Счет пока не получается. Пока Колос очень уверенно обороняется. И отвечает очень опасными атаками. Вот нужное удаление в составе Колоса сейчас будет. Чимбаров зашел в зону. Морозов отыгрывается с партнером. И Крюков добирается до шайбы 1-й. Геннадий Завалюев. Геннадий Завалюев отправляется у нас на 2 минуты. И вот она шанс, который нужен был Покер Старс. Должны по логике, да. Так вот на бумаге они им пользоваться. Посмотрим, как будет на практике. Ровно на половине матча они получают. Это преимущество в одного игрока. И сразу же Колос успешно начинает. Выиграли они вбрасывание. И выбросили шайбу на лицевой борт соперника. Начинать приходится Покер Старс от своих ворот. Раскатка у них идет. Пас. Вперед пошел, но не сумел сейчас нападающий Покер Старс выбраться из зоны быстрее, чем туда зашла шайба. Позже не вне игры, проще говоря. Шальев отыгрывается с партнером. Шумилин. Хороший пас на Караваева, но Караваев не лучшим образом обработал эту передачу. И с борьбой Колос выносит шайбу из зоны Иларионов. Непонятно, что он хотел сделать. В итоге от шайбы избавился. Шумилин отыгрывается с Шальневым. Шальнев оглядывается и принимает решение передачи на Иларионова, который оказался в положении вне игры. Ну, как видно на табло, 50 секунд Колос отыграл уже в меньшинстве. Пока до особо интересных моментов Покер Старс не сумел наиграть, да, доиграть. И поэтому очередная у нас остановка и очередное вбрасывание в зоне под названием нейтральная. Шайба упала на лед и очутилась на крюке хоккеистов Покер Старс, которые начинают от своих ворот. Колесников, пас вперед. Сергей Илышков очень самоотверженно и своевременно вступил в отбор. Сейчас классную передачу отдал на партнера. Пытается ворваться в зону на Иларионов, но ошибается. Ответная атака. Милюшина устремляется в зону, но быстрее него оказался защитник Колосом. Это Глышков. Фух, сейчас он вираж не выдержал, упал, но подстраховка оказалась на месте. Закрыта зона Покер Старс. Пас Колесникова в угол площадки на Милюшина слишком мягкий был, поэтому он перехвачен. Последние секунды тают штрафа у Колоса. А Покер Старс начинает от своих ворот. Лаптев. На борьбы много у нас происходит в нейтральной зоне. И под вот этот аккомпанемент стучащих клюшек Колос играет в полном составе. Челяков скидка. Ох, бросочек какой получился, но Темников на месте. Готов он к этому оказался. Шайбу полмал намертво. Геннадий Завалюев буквально только что вернувшись, да, со скамейки штрафников, тут же поучаствовал в опаснейшей атаке, которые, правда, не сумели реализовать хоккеисты Колоса. Набрасывание в зоне Покер Старс. Борьба. Шайба бесхозная на какую-то долю, да, секунды лежала прямо перед носом у Темникова. И он не мог до нее добраться. И игроки. Но все-таки разобрались защитники Покер Старс. Потанин долго, долго принимал решение. Надо побыстрее. Особенно, когда ты находишься в зоне соперника, когда там защитники, да, яростно желают от шайбы тебя избавить. Юрий Дуричинский борется сразу против двух. Прокидывает шайбу на противоположный фланг. Там Завалюев резкий прострел на пятак. Готова к этому оказалась оборона. Артем Лужков. Пас на Юрия Дуричинского. Перевод неудобный на партнера. Павлов столкнулся Завалюевым. Но все в пределах правил. Павлов добрался до шайбы и сразу же с места в карьеру за два шага набирает бешеную скорость. Врывается по левому флангу. Выжимает его, да, за ворота. Ударная позиция. Бросок. Шайба где? Шайба все-таки у Тимошенко оказалась. Достаточно неприятный бросок от синей линии. По такой вот траектории, да, опускающейся. Справился Тимошенко. Упала шайба на лед. И перехват Караваев был близок к тому, чтобы нанести бросок с убойной дистанции. Помешала ему защита в последний момент. Контраатакует Колос Бурлаков. Бросок в ближний угол не попадает. Пятый номер. Борьба. Много, много, много борьбы на соперник. Покер Старса, да. О, какое подставление перед самым. Но Самотемникова Бурлаков совершил. Шайба вместо того, чтобы идти низом в щитки вратаря, пошла вдруг вверх после подставления. И буквально на считанные сантиметры ушла она выше перекладины в лицевой борт. Хороший момент. Играет на синюю линию пасом сейчас Тимошенко. А у нас заканчивается 12-ая минута второго периода. Иллионов перехват. Видит он возможность зайти в атаку через правый фланг. И исполняет ее. Бросок с кистей неточный. И оказался пускай и сильным. Шумилин залп. Играет Тимошенко. На ближний угол отскок он делает. И Колос выбрасывает шайбу. Бурлаков будет первый на ней. Кстати, накатали уже по полной, да. Снега. Пас прошел на дештангу. Не сумел замкнуть эту передачу точным броском нападающей Колоса. Досадный момент. Ошибается Бурлаков с выводом шайбы на синюю линию. Иллионов держит сам. Решает момент. Отскок. Шайба не зафиксирована. Вот и только сейчас. Тимошенко добрался до нее. Чуть было не наказали, да. Вот за неиспользованный момент Колосом их соперники в свои ответы к контратаке. Но чуть было не считается. Игра продолжается. И у нас остается две с половиной минуты до конца второго периода в матче открытого первенства города Липецка. Там встречаются команды-лидеры Лиги Старта Колос и Покер Старс. И атакой сейчас Колос. Пас на Юрия Дуреченского. Не дошел до адресата. Дуреченский. Лезет там на острие, да. Но все-таки прорывается на правопланках. Бросает. Создал он себе возможность для броска. И использовал ее. Шайба осталась в игре. Рысков диагонально завалюева. Завалюев сразу в одно касание переводит шайбу на пятак. И подбирает ее уже за воротами. Рысков. На оброс из-под трафика шайба стремилась на ближнюю штангу, но все-таки не докатила до нее. Хороший такой навал сейчас получается у Колоса. Сергей Горяйнов протыкает шайбу вперед, но в сторону соперника. 2 в 1 ситуация. И пас. Неточный пошел на Морозова. Поэтому положение вне игры. Очень много нарушений входа в зону у Покерстарс в этом матче. Может быть уже и суетятся. Поскольку время вплотную, что называется, к концовке второго периода. А счет прежний. 1-0 в пользу Колоса. Их соперника. Наброс на пятак. Но там никого нет из партнеров. Поэтому перехват. Колос идет в атаку по льему флангу. Завалю их. Классный пас на Юрия Дуреченского. Залп. Шайба у Сергея Темникова. Возобновилась игра. Сергей Лужков. Бросок в ближний угол. Было опасно, как было. В последний момент щиток подставил вратарь Покерстарс. Контратака. Потанин 1-0. Бросать. Да. Тимошенко справляется. Ну вот. В концовке второго периода вратари у нас в поте лица трудятся. Пока им это очень даже удается. 55 секунд до конца второго периода. Брасывание в зоне Колоса. Бросок. Перед собой отбивает Тимошенко. Караваев оказался не смог сыграть на добивание Бурлаков. Теперь по левому плану пытается пролезть на стороны форвард Колоса силового плана. Сейчас он пытается навязать прессинг. И это ему удается. Шайба у него. Бросок в ближний угол. Шайба попадает с внешней стороны сетки. Игра продолжается. Бурлаков. Мягкий пас на пятак. Челяков на подборе. Бросок. И нет. Все в порядке. Защита. Покер Старс работает. Выбрасывается. Шайба вперед. На ход. Иларионов. Пас в разрез. Где шайба? У Караваева. Нет. Не дал ему бросить Сергей Глушков. Сейчас борьба в углу площадки. Последние секунды идут. 4 секунды. Бросок. В своего же попадает Шайнев. Еще одна возможность. Все. Время. Время. Два периода. Истекло у нас в матче Колос. Покер Старс. Колос имеет минимальное преимущество со счетом 1-0. И третий период. Прямо сейчас стартовал в матче лидеров. Лики старта. Колос. Покер Старс. Пока Колос удерживает свое минимальное преимущество со счетом 1-0. Идут они сейчас в атаку. И остановка у нас. Образ в ней нейтральной зоне. Всего лишь 15 секунд прошло с момента начала третьего периода. И понятное дело Покер Старс сейчас будет уже с каждой смены наращивать темп для того, чтобы наконец-таки сквитать эту единственную пропущенную шайбу. Атака по правому флангу. Морозов. Пытается уйти из-под прессинга Сергея Горяйнова. Это не просто сделает Сергей Горяйнов. Умудренный опытом защитник, который справляется сейчас со своей задачей. И более того, идет ответная атака за Валюев. Нет, свисток. Слишком хотел сейчас убежать в атаку Артема Лужков. И забыл то, что сперва надо шайбу внести в зону атаки. Очередное образование нейтральной зоне. Уже две остановки у нас было, а еще и минуты не прошло. Говорит о напряженности этого матча Лаптев. Сидоров. Работает просто. Выбрасывает шайбу за ворота соперника. Рысков. Не сумел отдать передачу при давлении одного нападающего соперника. Лужков набрал скорость. Вираж хороший положил и прострел на ближнюю штангу. Там никого из партнеров не оказалось. Ведринцев. Павлов пытается уже, да, будучи сейчас на позиции центральной нападающего прессинговать. Достаточно спокойно с этим прессингом справляются игроки Колоса. Лужков. Логично отыгрывается за валюем. Бросок. Играет сейчас Темников. Шайба прискакивает к Юрию Дуреченскому. Но не сумел он задержать ее в зоне. Вот только сейчас с помощью Геннадия Завалиева. Который оставил шайбу в зоне атаки Колоса. Через ворота. Уже из-за ворот. Да, Артем Лужков пытается вылезти. Его достаточно плотно прессингует защита в лице Сидорова. Все равно шайба выходит на ближнюю штангу. Вот игрыш валится на лед. Темников пытается перекрыть весь низ. Не получается. Слишком много пространства было сейчас у Юрия Дуреченского. Увлеклись отбором, да. Застряли. Увязли в углу площадки оба защитника Покер Старс. И этим сумели воспользоваться нападающие Колоса 2-0. Что ж, задача там усложняется для Покер Старс. Борьба. Бросок состоялся. Тимошенко сыграл. Зона закрыта. Покер Старс. Уже сейчас им, да, надо идти. Атаковать и яростно, бескомпромиссно. Караваев валится на лед. Бросок Морозова в упор. Тащит Тимошенко. Непростая задача сегодня. На пробитие Тимошенко. Как уже не раз и не два убедились. На собственном опыте игроки Покер Старс. Но время у них еще есть. Возобновилась игра. Бурлаков. Нельзя, нельзя было трогать шайбу. Бурлаков этого не заметил. Положение в них для очередное. Возобновилась игра. Челяков пасом на Артема Горяйнова. Горяйнов навязывает прессинг. Неудачно. Лаптев уходит от опекуна. И оставляет шайбу у Василия Павлова. Павлов через правый фланг. Все-таки всеми неправдами протаскивает шайбу. В угол площадки его выжимают соперник. И идет контратака. Бурлаков. Бросок готовит дальний угол. Справляется с ним Темников. Добивание. В упор. Бурлаков на подборе не сумел справиться с обработкой шайбы. Снова оголили свой пятачок. Сейчас игроки Покер Старс, кстати. И были близкие игроки Колоса к третьей заброшенной шайбе. Горяйнов пас вперед на Бурлакова неудобный. И поэтому только прессинг сейчас может навязать линии атаки у Колоса. Не получается им этого сделать. Ведринцев лезет вперед, но теряет шайбу. Сергей Глушков. Отыгрывается с Бурлаковым. Бурлаков видит то, что на нем висят аж два игрока. Отыгрывает шайбу назад за ворота, где Сергей Глушков. Пас читал со Шумелиным. И здесь из борьбы шайба выпрыгивает на Темникову, который таким разумашистым движением отправил шайбу в угол площадки. Бросок неточный от Челякова. И шайба приходит. Нет, все-таки не приходит. Осталась она в зоне Покер Старс. Вот только сейчас Иларионова забыли на левом фланге. Замах, бросок. Готов к нему оказался Тимошенко. Пятая минута. Третьего периода подходит к концу. В матче Колос-Покер Старс. Колос-2. Покер Старс пока ноль. Но они стараются, чтобы это исправить. Залп в дальний угол. Сработал Тимошенко. Отскок идет на правую штангу. Там подбор не удалось быстро совершить игрокам Покер Старс. Колос противится этому. Шайба внесена в зону Колоса. Но трогать ее... Шумельно закрывает зону. Бросок встречен Рысковым. Само самотвежно работает в защите Колоса. Принимает этот бросок на себя. Крюков. Шайбу забрасывает просто к синей линии. И ошибается. Перехват. Белеснев в передачу на партнера. Иларионов убирает одного. Второго дает интересная передача на дальний штангу. Попытка проткнуть шайбу не удается. Где она? Шайба. Еще один бросок. Тимошенко вступает в игру снова. И снова подбор. Попытка проткнуть шайбу. Один-одинеж у них сейчас был нападающий. Как он не попал. Белеснев. Оказался им. Чудом просто сейчас шайба не попадает в ворота. Никто не мешал сейчас 22-го номеру Покер Старс носить точный бросок. Створ ворот, но мимо вратаря. Упустили реальные возможности сейчас игроки Покер Старс. Для того, чтобы сократить отставание в счете. Пас вперед. Сергей Глушков первый на шайбе. Но отбор осуществлен. Караваев набрасывает на пятак. Партнер не успевает туда. Контраатакует сейчас Колос по правому флангу в лице Артема Глушкова. Закрыта зона Сергей. Который Глушков бросил. И все-таки выносится шайба из зоны. Устремляется вперед Чимбаров. Режет угол. Бросает. Попадает в дальний, нижний угол. Роман. 1-2. Покер Старс начинает погоню. Ну, в принципе, по такому объему работы в атаке Покер Старс как минимум на одну шайбу-то наработал. И это сейчас как раз и произошло. Продолжается у нас выяснение отношений двух титанов в лиге Старс. Колос против Покер Старса. Борьба на Бурлаков. Вжимает на мертво соперника вместе с шайбой. Попытка атаковать с выезда, да, на усы, с разворота, с лопатой завершается ничем. Патанин закрывает проход по борту соперника. Но все равно тебе уже через центр лезут вот такие вот игроки Колоса. Ты их выставляешь за дверь, а не в окно. Продолжается игра. Покер Старс имеет возможность убежать в контратаку. Пас по дегонали прерывается. Опытышев Сергей Глушков. Входит он в зону шайбу, взмывает воздух. И очутилась она уже на правом плане. Вот такие вот у нас рикошеты случаются. Артем Горяйнов пытается объехать Василия Павлова. Не получается. Сергей Глушков. И Павлов стучит клюшкой по льду. Отложенное удаление у нас сейчас будет. Удаление в составе хоккеистов Покер Старс. За неправильную атаку Лаптев отправляется на две минуты. Восьмая минута у нас подходит к концу третьего периода матча Покер Старс-Колос. 1-2. Покер Старс уступает в счете. И сейчас им предстоит очень серьезное испытание в виде игры в меньшинстве. Для Колоса в свою очередь сейчас крайне приятная и комфортная возможность увеличить отрыв в счете. И сделать чуть более спокойной концовкой. Посмотрите как Юрий Дуреченский был готов к броску с выигранного бросования. Не пришлось использовать ему эту возможность. Пока шайба очень мелко переходит от одного игрока Колоса к другому в нейтральной зоне. Вот сейчас Дуреченский набирает скорость. И все-таки вытесняют вместе с шайбой Колос из зоны Покер Старс. Завалюев проскочил сквозь опекунов. Слишком мягкий пас он хотел придумать на Юрия Дуреченского. Перехват. Завалюев включается в отбор. Пытается исправить свою же ошибку при пасе. Ну и в принципе удается. Горяйнов отыгрывает на левый фланг. Слишком неудобный пас. Дуреченский с ним не справился. Минута 10 до выхода пятого полевого игрока в составе Покер Старс. И они сейчас вычищают зону. Выбросив шайбу в нейтраль. Завалюев резко двумя шагами набирает скорость. И пытается уйти от опеки Шумилина. Шумилин обокрал все-таки соперника. И шайба выносится из зоны Покер Старс. Сергей Горяйнов очень рискованно играет в своей зоне. Но не допускает потери. Поэтому ладно. Оправданно. Рысков. Аккуратный пас на Артема Лужкова. Лужков. Классное оставление на Рыскова. Бросок, правда, затянули. Завалюев залп. Темников оставляет шайбу в игре. Рысков. Накрыли его прессингом. И вторым подкатил уже Морозов, который давался до шайбы. Правда, непонятно, кому он передачу эту отдавал. Юрий Дуреченский. Ответная атака Колоса, который пока еще играет в большинстве. Через считанные секунды выходит пятый полевой игрок в составе Покер Старс. И случилось это прямо сейчас. Залп. Завалюево шайба коснулась внутренней сетки. Вернее, внешней сетки ворот. Игра продолжается в полном составе Покер Старс. Морозов пытается отобрать шайбу. Не получается. Но шайба уходит на правый фланг, где быстрее всех оказался игрок Покер Старс. Сейчас он не без проблем, но все-таки протыкает шайбу в нейтральную зону. И там из борьбы она выходит на скамейку игроков в красных свитерах. Ну что же. Кульминация нашего матча. Последняя, возможно, да, пятиминутка. Нам предстоит. И меньше даже пяти этих самых минут остается у Покер Старс на то, чтобы сравнять счет. Вбрасывая нейтральную зону. Только что Покер Старс выстояли при игре в меньшинстве. И по логике сейчас у них должна быть такая вот уверенность после того, что они ее сделали. Положение вне игры у Колоса. Стрельников залезет раньше шайбы в зону атаки. Павлов на точку становится вместо Лаптева. Борьба. Бурлаков проиграл единоборство на обраслении, но не смертельно. Подкидка по диагонали на Павлова проходит. Павлов резко тормозит и сразу же начинает движение, едва избавившись от опеки. Бурлаков бросает из-под трафика. Слишком авантюрная это была затея. Потому что очень много игроков находилось на пути броска. Павлов. Пауза. Аккуратный пас над одним штангу. Бросок. Попытка добить. Нет. Шайба у Тимошенко. Остановка. Возобновилась игра. Бросок Морозова блокируется. Еще один. Наброс на ворота. Также встречен с защитой Колоса, которая сейчас на борте выигрывает борьбу. И благодаря чему шайба выходит в нейтральную зону. 12-я минута. Начинается бросок, с которым справляется Темников. Морозов. Видит там где-то вдалеке Караваева и направляет шайбу в его же направлении. Не сумел первый номер Покер Стар зацепиться за шайбу только сейчас. Не имея возможности убежать самому. Пробрасывает просто ее туда за ворота соперником. В надежде то, что партнер успеет на прессинг. Чуть было не забыли Бурлакова на своей синей линии. Игроки Покер Стар. Тот развивает атаку пасом на Челюкова. Челюков дальше. И очень немного времени у Челюкова сейчас. Возит он шайбу по зоне. В итоге выдавливает его в нейтральную зону. Крюков на Сергея Глушкова. Обрезается сейчас Колос. Устремляется в атаку Лорионов. Бросок. Тимошенко не добирается до шайбы. Опасно. Борьба на пятаке. Шайба все-таки. И что там у нас свалка. Караваев. Отталкивает там кого-то рукой. Но все в порядке. Судьи разобрались. Что ж, страсти накаляются. Времени остается у Покер Старца на спасение. Всего-то ничего. 2 минуты 49 секунд. Нет, ну ладно, хорошо. Этого времени очень даже предостаточно для того, чтобы соорудить одну. Такую атаку, которая позволит совершить точный бросок в створ. Ворот мы мимо вратаря. Поэтому не будем ставить абсолютно раньше времени крест. Колос выбрасывает шайбу. Темников играет. И слишком мягкий пас дает им партнера. Перехвачен он. Юрий Дурищенский пытается проехать сквозь защиту. Не получается. Морозов помогает за воротами. Завалюев. Классная диагональ на синюю линию на Рыскова. Рысков. Есть время для броска с кистей. Темников на месте. И тайм-аут. Тайм-аут берет Покер Старс. Этого следовало ожидать. Команда Покер Старс берет пиксиском на эфире. Правда, обычно команды, которым нужно сейчас решить ключевой эпизод, берут тайм-аут, когда, как правило, шайба со следующего ввода будет находиться в зоне соперника. Ну вот, решили так сделать. Почему бы и нет? Патрик Руа, например, при моменте, когда его команда, Colorado Village, в этом сезоне проигрывала в Ванкуверу в две шайбы, снял вратаря, заменив полношестого пулевого игрока за 10 минут до конца третьего периода. Почему? Да потому что была возможность. Колорадо играла при преимуществе в одного игрока. Отыгрались ли они? Нет. Получили еще две пробоины и успокоились. Со счетом 2-5, по-моему, Ванкувер одержал тогда победу. Но это дела давно минувших дней. А у нас сейчас Колос выясняет отношения с Покер Старс. И проигрывают они им вбрасывание. Покер Старс начинает атаку от своих ворот. И вот они снимают вратаря как раз то, что я и подразумевал. Рассказывает такую вот историю из национальной хоккейной лиги. Рискует, идет ва-банк Покер Старс. И пока удается Колосу выстоять. Завалюев прорывается по праву флангу, наносит бросок. За ворот он уходит. Лапчев. Навязывается прессинг. Вдвоем там прессингуют нападающие Колоса. Шайба. Остается в нейтральной зоне Двуреченский. Караваев. Шайба на Артем Глушкова. Наносил он бросок, но встречено сопротивление защиты. Иларионов добрался до шайбы. Диагональев конек на партнера. Но пас все-таки в Караваеву прошел. Караваев в зоне. Времени еще предостаточно. Там чуть больше минуты. Сергей Горяйнов из-за ворот выносит шайбу в нейтральную зону. Морозов как ни пытался, не сумел оставить ее в зоне атаки. Завалюев прорывается сквозь защитник. Оставляет шайбу и самотверженно работает на последнем рубеже. Последний защитник Покер Старса. Счет прежний 2-1. Последняя минута пошла 50 секунд до конца. Сергей Горяйнов яростно вжимает в борт соперника. Шайба на пятах. Вываливается. Бросок. Шайба на усах. Еще одна попытка проклить шайбу. Тимошенко грудью ложится на нее и останавливает встречу. 42 секунды. 3 десятых. До конца третьего периода в матче Кола с Покер Старса. 2-1. Покер Старса рискует. Идет ва-банк. Снимает вратаря. И шестером пытается сравнять счет. Выигранное бросание Покер Старса. Сударная позиция. Бросок. А шайба на усах. И выбрасывается она на борт. Просто на борт. Тут уже не до оглядки. На чужие ворота Колос обивается. Шайба у них. И остановка. Свисток. У кого удаление? У кого удаление? Дмитрий Кривоносов. Едет к судейскому столику. В сторону. Скамейки Штартику. Колос вам показывает. За толчок соперника. В спину отправляется Артем Горяйнов. Вот это шанс. Шанс сейчас получают игроки Покер Старс. 27 секунд. 2 десятых. И они играют в преимущество в 2 игрока. 6 у них без вратаря. И 4 у Колоса. С вратарем. Вот игрыш на Шумилина. Шумилин может бросать с кистей. Бросок опасно. Но шайба не идет. Створ. Борьба. Время тает. 12 секунд. Уже меньше. Не попадает по шайбе толком. Сейчас защитник. Шумилин залп. Шайба идет в дальнюю. В дальний угол. На дальнюю штангу. И все-таки остановка у нас. Случилось. Шайба ушла за пределы площадки. Подставлена. Там была то ли клюшка, то ли щиток. В итоге шайба ушла с поля. 5 секунд и 9 десятых до конца третьего периода. Вбрасывание в нейтральной зоне. Чуть-чуть осталось потерпеть сейчас Колосу. И чуть-чуть осталось шансов на спасение Покер Старс. Шайба выиграна. Шумилин направлять шайбу в зону. Пытается выиграть борьбу у борта. Все. Колос обыгрывает в непримиривом и яростном бою Покер Старс со счетом 2-1. Лидер остается тот же. Но лидер сегодня проиграл Колос. Эти ребята доказали то, что... Король может и никаких шансов не иметь для расслабления. Конкуренты ждут случая для того, чтобы воспользоваться ошибкой лидера. Яркий матч, который вел для вас Сергей Рогов. Надо заканчивать. До новых встреч на льдовых баталиях. Занимайтесь хоккеем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok